Новый год приходит в Югру. Накануне Яхли-Ики хантыйский морозный дед торжественно заселился в свою новую резиденцию в музейно-этоографическом и экологическом парке Югра. Теперь он, как и его коллега из Великого Устюга, готов принимать гостей. Одними из первых посетителей стала наша съемочная группа. Здравствуйте, люди добрые! Поздравляю я вас перед самым счастливым праздником, с наступающим Новым годом! Если привычный нам дед Мороз ходит в красной шубе, в валенках или сапогах, то и вот таежный собрат носит традиционную одежду коренных жителей Севера. Малицу с меховым капюшоном и меховые же кисы. Яхли-Ики не только добрый волшебник, а еще охотник, рыболов, оленевод. Новоселье началось с ритуала окуривания. Считается, что священный дым очищает и приносит удачу. Морозный дед посещал эко-парк и раньше, но это были временные визиты. Отныне здесь у него постоянное жилье. Помимо традиционного чума, резиденция хантыйского морозного деда включает два гостевых деревянных дома и лабаз. Но лабаз не простой, а почтовый. Теперь он сможет у нас поселиться, жить у нас круглогодично, может со временем заведет здесь оленей, обустроится. И сюда будут приходить письма, у нас будет почтовый лабаз, где дедушка целый год будет заготавливать подарки для детишек. И потом они все будут получать свой ответ. И мы надеемся, что вот этот наш проект станет известным, как и Лапландия. Люди верят до тех пор, пока, значит, они знают, что это не сказка. Но все равно, вот Дед Мороз обращается всем детям, всем людям, значит, России говорит. Свои желания пишите, отправляйте Деду Морозу. Есть у Яхлеики свои помощники. Иногда это озорные белки, а иногда добрые духи леса. Именно они устроили для гостей резиденции целое приключение. Состязание на ловкость, быстроту, сообразительность и знакомство с традициями коренных народов Югры. Три, пятнадцать, поехали! Давай, села! Выяснив, кто самый удачливый рыболов, ребята стали соревноваться в стрельбе из традиционного лука ханты. Отпускай! Почти! Мне очень понравилось, как я там делал задания. И сделал как раз-таки целых два задания. И вот, тут проводят сейчас вот конкурсы, и сейчас вот стреляют из лука. Это будет даже мне прикольно, если я тоже попаду. Увлекательный квест прервался лишь для короткого отдыха в домиках лесных жителей или у походного костерка с котелком ароматного таежного чая. Теперь такой познавательный отдых доступен для всех желающих. А возможен он стал благодаря сотрудничеству экоцентра Мегиона со Славднефтьем Мегион нефтегазом. В программу социальных инвестиций нефтяников входит множество проектов, в том числе направленных на развитие этно-туристического потенциала Югры. Сегодня мы совместно с нашими партнерами, давними друзьями, я бы даже сказала, сотрудниками Мегионского экоцентра и, конечно же, при помощи, при конституционной поддержке носителей коренной культуры народов ханты и манси, реализовали еще один замечательный проект, у которого, я считаю, есть все шансы стать самым излюбленным, популярным местом для новогодних празднеств в нашем регионе. Кроме того, при поддержке Мегиона нефтегаза в Югре много лет проводится этнофестиваль «Хатлыя». В Мегионском экоцентре работает уникальная выставка «Два народа, живущих по подолу земли». А в Нижневартовском районе восстановлены уникальные памятники русского зодчества, дом-усадьба Купца Кайдалова и Знаменская церковь. Михаил Светышев, Евгений Лоскутников, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовский район.